Добрый день! Добрый день! Что-то сильно шумит. Вы откуда? Какой город-то? Я из Финляндии. Так, не понял. Из Финляндии. С Финляндии? Нажимать-то, чтобы был ответ-то. Алло? Что-то такая плохая связь-то. Еще не видно ее. Ну, я вот не знаю. Я вот сейчас... Это я с телефона, я вас слышу. А на компьютере у меня, значит, связи нет. Алло? Да жаль, что нету. А вы как там оказались в Финляндии-то? Ой, это история длинная. Дело в том, что когда Советский Союз распался, я в Литве жил тогда с родителями. Потом родители уехали, но сам там жил. Потом... Много всего было. Жизнь... Я могу вкратце рассказать, если у вас время послушать, конечно. Мне только пока одно. А то лучше бы в видео как-то зайти. По телевизору... Давайте я еще раз попробую сделать видео. В этом 14-м году у нас миссионерская поездка, и мы думаем быть в Финляндии. Было бы неплохо... Вы русских людей там можете диаспору собрать? Я постараюсь. Я не знаю... Вы знаете, я, конечно, потому что... Я все силы положу свои. Это в конце июня будет. Июня. Да, замечательно. Я буду так рад. И, значит, у нас здесь есть очень серьезные христиане. Есть. Но есть... У нас, конечно, все поражено так, что это ужас не человечество. У нас, например, архиепископ ставит легентам открытую лесбиянку, которые там ходят, причащаются, все это нормально. Это смотрят и ласково на эти дела. Наш хельсинский митрополит, он, собственно, соответственно, митрополит, как монашь его звание. Он одновременно открытый бизнесмен в списке самых богатых людей. У нее там куча постов. Он одновременно член масонской ложи, которая антихристианская по своей сути, адогматичная. Вот. И то есть хорошее священство у нас живут просто. И я с этим пытаюсь бороться около двух лет, но я один. И у меня, я говорю, не знаний. Нет. Ну, я... Конечно, мне далеко и до вас, и, соответственно, до Андрея Курайова. Но я пытаюсь что-то сделать. И это находит отклик у людей. Алло. Да. Вы как меня нашли-то? Как узнали? Это вы меня нашли. И вы зашли ко мне на страничку. Вот. Это, конечно... Дело в том, что я писал там у отца Андрея Кураева отзывы в журнале. Вот. И потом посмотрел, значит... Я недавно узнал, кто такой Игнатий Лапкин. Так я не понял. Вы... Я на вас как вышел-то? Где я мог выйти на вас? В ВКонтакте. В ВКонтакте-то я не работаю. Это там наши модераторы работают, а на меня вопросы пересылают. Вы вопросы задавали какие-то? Я... Я... Я подготовил. Я не знаю... Ну, то есть... Так, где карандаш? Доченька моя любимая. Так. Я дал. Здесь есть... Ага. У меня есть... Я, значит, по Финляндии я буду работать. Здесь, конечно, людей я соберу. Вот. Людей я соберу по Финляндии. Так. Мы... Да-да. Мы тогда обменяемся. А вы в Mail.ru заходите? Такая вот есть система. Мой мир. Ой, нет. Я не особо умею. Но могу попробовать. Да, это очень просто. Это самая простая. Это как вот Одноклассники, ВКонтакте. Я в нем работаю. Ага. И мы сразу адресами все... Телефонами обменяемся. Когда мы будем поддержать, чтобы дать вам знать. У нас путь идет через Грецию до Португалии. Дальше можно через Англию. Так. Заходим во всю Скандинавию и уходим через Прибалтику на север России. Хорошо. Потому что у меня... Собственно, у меня в Прибалтике есть... Ну, я сам... Как литовское гражданство у меня. Я в Литве жил. Вот. Там могу я. У меня есть священники, с которыми я дружу. Замечательно и честно. Здорово. А у меня было обращение к Богу, сознательное, по Евангелию в 23 года в Латвию, город Венстус. Да, я это уже прочитал. А-а-а. Я прочитал все. Вот. Ну так вот, давайте. Ага. Говорите. Говорите. Я не знаю. Я, конечно... Я растерян немножко, потому что это действительно для меня честь большая. Вот. У меня вопросы такие. Меня мучает всегда вопрос. Я вот, когда обращаюсь на «вы», меня это немножечко... Я по моему скудному разумению... То есть братьям во Христе не пристало на «вы». Это как бы гордыньку личную свою вот там гладить. Или я не прав, может быть, в чем-то? Да нет. Это, видите, этикет. Вот как, допустим, мы на валенке надеваем галоши. Да. Ни про это не написано. Так принято. И в немецком языке там тоже две формы. Ты и вы. Да. Как они обращаются с большой буквы «зи». Да. Как еще? Тут особенно нет. Я, допустим, встретился с кем-то и старше меня или что-то я буду ему тыкать. У русских не принято. Ничего нет. У меня разницы нет, как называть, но я просто объясняю вам. Ага. А сегодня вот сел он, юноша один. Ну, знакомый у меня, бизнесмен, ехал и говорит, а что он такой у вас нагловато? Я говорю, а чем? Только сел в машину, вдвое моложе меня и тыщет мне. Видите как. Ну да. Ну да. Ну да. Я, в принципе, тоже языков несколько знаю. Ну да, да. Везде по-разному все. Ну да. Ничего нет особенного. Вас как звать-то? Ну да. Вопрос такой. Я, собственно, многие прихожане, то есть, ну они как бы, не знаю, кто-то номинальный, кто-то серьезно ходит. Вот. И мне донести вот этот до них обезобразие, то есть, ну, многие, конечно, подходят, там поддерживают меня, кто-то дураком называет. Ладно, это дело не в этом. Есть священства хорошие, очень священники, которых съел просто митрополит, их гонят хороших, а берут, выписывают из Эстонии такого, который только на свой приход докладные пишет этому митрополиту. Ладно, дело не в этом. Меня, вот, я же в церкви, вот, наибольшее количество народа собирается в церкви. После церкви кто-то в сторожку заходит, после литургии там чай пить, там малое количество. Вот. А после, допустим, могу ли я обратиться к людям в церкви уже после того, как литургия закончена? Не внутри. Если вы мирянин, в церкви не разрешается голосу подавать даже. Но если вы вошли в сторожку на улицу, там можете. Это канон такой. Угу. Понял, понял. Я просто думал, что женщина в церкви домолчит, а мужчины не было сказано никуда. Но мы же православные, сектанты они могут у себя говорить. Но в храме православным запрещено говорить про кое. Ну да. Если епископ разрешит вам, епископ, тогда можно. А, епископ даже? Епископ. Да, да, да. Знаю. И тогда я стал говорить в проповеди при епископе прямо во время литургии. А вы знаете наш сайт? Я заходил. Я заходил, вот вчера я в ВКонтакте. Я вышел ВКонтакте, я смотрел. Значит у меня вот до сих пор я открывал ВКонтакте, у вас две странички. Потом у меня вот еще открыт православный форум Игнатия. Вот здесь Филин вчера уже засыпал. Чуть-чуть не досмотрел, но там не оставлен досмотрю. Вот. Но я это, да, смотрю, конечно, все. А вот есть у нас видеоканал, называется «Открытым оком». Запишите. Сейчас. Помните, видеоканал «Открытым оком» во свете Библии. Ага. Там 1540 наших роликов, наших. Ага. Там вы найдете там плейлисты разные, там собрания, совещания, служба, миссионерская работа, детский лагерь. Я начальник детского лагеря, 41 год. Мы строим с нуля православную деревню. Вы что хотите найдете, при том в роликах. А в Майл Руке моих 7000 с лишним фотографий. Да, хорошо. Здорово. Игнат Тихонович, у меня еще один вопрос. Мне, значит, многие подходят, и когда я говорю, допустим, о том, что происходит у нас в церкви, как-то люди не понимают. Ну, я же говорю там не о личных грехах чих-то, да, потому что у меня личных-то грехов... У меня вот Бог дал, то есть у меня было так, что когда-то я уже от жизни-то не путевой... Ну, умер по-настоящему в Африке где-то. И очутился в аду, в настоящем аду. То есть, и там меня спросили, ты видишь, куда ты идешь? Вот где... Ну, потом, слава Богу, показали и вернули меня сюда. Собственно, с этого-то я изменила мою жизнь все. Вот, это было уже, я не знаю, 14 лет назад это произошло. Ну, так я знаю, что у меня-то грехов как Бог на мне. А мне вот подходят и те такие вот, тоже там есть чтец такие, ну, которые вот они служат митрополиту, значит, говорят, ну, а ты-то кто такой, мне говорят, чтобы ты говорить? Ты что, безгрешный или кто-то такой, чтобы говорить о нашем митрополите, да? Ну, который масон, то есть христианство догматично, масонство адогматично. Вот. И это антихристианское. А он одновременно и там, и здесь. То есть сказано, что... А? Как узнали, что он масон? Это в открытом доступе, пожалуйста. Вы можете открыть в Википедии на сайте Митрополит Хельсинский Амбросий. И здесь на финском языке есть тоже. Ну, масоны они зачищают, но они в своих журналах публикуют это. Вот. Он, то есть, несколько лет назад он объявил, что он вышел из масонства, а просто, значит, якобы он в Rotary Club ходит. Но это для тех, кто люди сторонние. Я изучал вопросы масонства тоже. То есть Rotary Club это те же масонские организации. Это ворота для туда, для входа в эти организации. Это Lions Club, то есть Ирвинный клуб и Rotary Club. Вот. Ну, это такая отговорочка вот для внешних масонов. Кто не знает о масонстве, ничего о нем. Я темой масонства занимался 14 лет. Меня арестовывали, я сидел в тюрьмах. Это тема смертельная была тогда. Так что мне много на эту тему не говорить. Я ее знаю очень хорошо. Да, да, да. Ну, вот именно. Вот. И второй вопрос. Вот он занимает какие-то там должности. Он, значит, генеральный директор концерна Тули Киви официально. Вот. Он в интернете открываешь список, я не знаю, сейчас с английского на русский. Так. Замечательно. Это, значит, список крупнейших акционеров в Финляндии. Он там со своим титулом митрополит. Ну, он там титул этот у него есть. Ну, вот если бы так вы хотели узнать, сколько времени он отдает этому месту, где он занимает должность, и сколько времени отдает для церкви Христовой. Вот это самое важное. Так что, Александр Алексеевич, пока подождите, его не трогайте. Вы начните с другого. Вы Библию хорошо знаете, содержание? Ну, не могу сказать, что хорошо. Конечно. А тем более, когда я говорю с Игнатием Лаптем. Когда я приеду, чтобы вы за это время постарайтесь Библию прочитать. Еще раз. Так. Хорошо. Я буду отсылаться на Библию. И чтобы вы могли, я по глазам увидел, что да, вы встретили родственную душу. Я над Библией провел полвека. Да, да, да. Хорошо, хорошо. На нашем сайте, если зайдете. Такого сайта, я его называю супер сайт. Он называет, во свете Библии, сайт по-русски запустите, во свете Библии. Я там насчитано моим голосом 50 томов. Ага. Это Библия полностью и каноническими книгами. Архипелаг ГУЛАГ. 12 томов Иоанна Златоуста. 12 книг Жития Святых. Добротолюбие 5 томов. Итого около 50 книг. Голосом моим насчитанным. Вы можете это скачать, ехать в дороге, поставить диск ваши дети, жена будет слушать. Ну, хорошо. Ну, с женой это такое дело. Жена, она финка была, но решила уйти и, собственно, и сделал все. Ну, я не знал. Простите, что там это... Не, ничего, ничего, ничего. Я не знал. Вы знаете, ну, с этим митрополитом... Ну, я разговаривал вот со священником, потомственный священник у нас здесь, которого тоже съели. И мы с ним очень хорошо. Меня же многие поддерживают то, что я говорю вслух. И мне рассказывали то, что... Ну, я об этом никому не говорю. Вот, никому не говорю. Это так, как в наших беседах было. Но вот когда этот митрополит там приглашает к себе, там выстроен, значит, такой... Типа назван гостиницей. Вот. Где он там дает пив для всех студентов, не студентов, а священников. Вот, созывает. Там все перепиваются, потом ходит, голый бегает там. Ну, и, короче, вся эта гадость выплывает. То есть, ну... Понимаете, я... Минутку еще, подождите. Александр Алексеевич, у нас... Анатольевич, Анатольевич. Анатольевич. Значит, вы это... Чтобы вы знали, у нас все записывается, и у нас будет ролик в интернете. Вам это не повредит? Мне, я не боюсь ничего. Меня здесь спрашивают, боюсь ли, о чем... Я не чувствую страха, я не герой. Вот сейчас поговорим, вы выключите, попытайтесь еще один раз после этого войти, чтобы с видео... Хорошо. Да говорите дальше, пожалуйста. Вот. То есть, вы понимаете, ну, как говорят, по делам их узнаете их. Вот решили они... У нас здесь когда-то, еще во времена, когда Финляндия входила в состав Царской империи, здесь подарили библиотеку православной церкви. Уникальная, со многими томами. Мы... И вдруг ее решили просто убрать. Куда приняли решение убрать библиотеку? Куда, непонятно вообще, рассортировать, отдать, распылить по финским библиотекам. Мы здесь собирали подписи. Так вот... Встали против этого. А? Давайте по счастям. Вы маленько слушайте, когда я говорю. Да. Значит, я издал, по милости Божией, Бог так позволил. 38 книг у меня вышло. Так. И я еду по странам, во все национальные библиотеки, дарю свои книги. Дарю. Так. В прошлом году, позапрошлом, мы проехали город Владивосток Находка. И нынче мы захватили Германию, там Австрию, Польшу. И вышли по всем мусульманским республикам. Во всех. В Чечне, в Азербайджане, в Грузии. Везде мои книги находятся. Мы дарим. Мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч за два года. Мы едем именно с целью встретиться с русской диаспорой и подарить книги в национальной библиотеке. Понял. Так. Игнатий Тихонович. Да. Значит, здесь у нас есть... Я пойду к этому метро... Я могу пойти, обратиться, ну, как положено, наверное, к высшему руководству церкви. Вот. Объяснить, кто такой Игнатий Латкин. Знаю... Миссионер-проповедник, 51 год. Да, я знаю. Но я знаю, как здесь Кураева встречали. Вот, ну, Кураев, которого знали, пришел этот метрополит, о чем Кураев потом рассказывал. Это есть в интернете. А вы его отзывы обо мне слышали? Как? Его, Андреева, отзывы обо мне. Я, собственно, первый раз и узнал, кто такой Игнатий Латкин, когда... Вот, от Андрея Кураева. А-а-а. И потом я увидел видео. Вот. Я увидел видео. Поэтому, ну, собственно, и узнал. И, ну, я, конечно, сказать, что я был впечатлен, это ничего не сказать. Я поражен и всем, и жизнью я, потому что смотрел все. Вот. И я, собственно... Вот, у меня мысль такая, что как во Франции там в каком-то городе хранятся эталоны метра и килограмма, но вот Игнатий Латкин, например, такой же эталон, потому что не каждый может быть таким, но стремиться к этому надо. Вот. Вот. Во всяком случае. А-а-а. А-а-а. Вот. Вот что хотел сказать. Да. И я хочу... Я, конечно, я буду, значит, ходить, узнавать. Я могу пойти к церковному начальству. Но так как, допустим, тоже митрополит наш Украева проспал всю лекцию, вот. Но к нему он пришел, потому что раз было интересно. У меня справа не будет, запомните. Да? Если я встречусь с митрополитом, у меня никто спать не будет. Наоборот, он спать не будет несколько ночей. Ха-ха. Хорошо. Кстати, вот здесь есть у нас московского патриархата церковь. Вот. И есть у нас здесь финского патриархата в Хельсинки. Да, да, да. Значит, я буду узнавать здесь. Я встречусь с местным священством, с которым у меня очень хорошие отношения. Я буду, значит, выяснять, каким путем это лучше сделать. И, ну, я сообщу по-любому. То есть я могу или написать сообщение, или ВКонтакте, или в моем мире я попробую что-то там сделать. Вы только помните, что позаглаза сатана много работы делает, чтобы пока я еще не приехал, главные противники мои, это православные священники за мной гоняются, чтобы они нас не рассорили. Вот что. Я... Ой. Игнать Тихонович, меня вот все эти шорая пелена спали уже с глаз. С меня все это спало. То есть я, слава Богу, ну, как, ну, Бог дает. И все, все, все замечательно. Андрей Кураев приезжал ко мне, вот я сижу сейчас в Барнауле, и брал мои все книги. А остатки ему довозил один священник. Да. Я вот читаю его журнал, собственно, у меня ВКонтакте видео ваше размещено, где там вы комментируете Чаплина. Ого! Ну и как? Понравилось? Печально все. Игнать Тихонович, мне самое печальное и самое больное до сих пор было, то есть молчание официальное патриарха. То есть, ну, уже... То есть, ну, все, получается... Вот у меня, кстати, вот этот вопрос. То есть, если... Патриарх Кирилл... Ну, я крайне уважал этого человека. Вот. У меня не было там... Я знал, как его священство бывает, и я встречался, и я понял уже. Но как-то о нем я думал все-таки... Это вы про кого говорите? Про патриарха Кирилла. Ага, понял. Вот. Но я, так как это молчание в ситуации с Кураевым тянется и тянется, реакции нет, то я просто не знаю, как мне что и думать уже. Вот. Ну, в принципе, в принципе, раз Чаплин обгадился, собственно, Лигоида тот же, но Лигоида, он кто? Он не священник. Тоже все они, ребята, обгадились. Ну, в моих глазах. И не только в моих. В глазах там сотен тысяч, кто за этим следит. Вот. Но самое страшное будет, если и патриарх, так то же самое произойдет. Вы видите как, Александр Анатольевич, тут два, три варианта с Андреем Кураевым. Вы, ну, еще раз войдете, чтобы я вас видел. Мне нужно видеть ваше выражение лица. Здесь может быть все по договору с Андреем. Это один из вариантов. А как это может быть? А так. Когда патриарха Кирилла избирали, все ждали больших перемен в церкви. Разгрести эти авгиевые конюшни. Но очень сильное сопротивление оказывает священство и монашество. Ну, как у Горбачева. Ему самые главные генералы мешали и министр обороны Соколов. И вдруг Матио Струс сел, и он сразу на другой день пять главных противников смел в корзину. Так и здесь. Андрей, это я говорю предположительно, какой вариант может быть, который от нас скрытый. Что начать ему никак нельзя. Но когда начнется вот это вот сейчас зловоние, все потопит. И патриарх вынужден будет принимать меры. И тогда он начнет то, ради чего стал патриархом. Проводить эти реформы. Хотелось бы надеяться на это. Но это один из вариантов. Я говорю сам, ни с кем не советуюсь. Просто я молюсь, семикратно в день у нас принято семь раз становиться на молитву в течение дня. Вы себе запишите 118-й Псалом. Псалом 118. Стих 164. Ага. Вот написано, Давид говорит, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. А один раз, это разово, это у нас три святое и сто поклонов. Пройдет часа полтора, сейчас опять. То есть навык молитвенный должен быть. Не просто я пришел, отстоял службу. Ежедневно, но ночью и днем ты должен быть на молитве. Постоянно молитесь. У нас слишком большая задача стоит. Спаси не жизнь, но душу бессмертную. Да, да. Вот ради этого стоит от многого отказаться. Стоит разово языком лишнее не сказать. Если вы ничего не скажете, спрос будет один. А если будете говорить неправильно. Отвечать очень хорошо. Написано, от слов свой человек оправдается и от слов своих осудится. Да, это правда. Это, собственно... Так, у меня еще один вопрос к вам. Да, да. По Литве начните сразу разрабатывать. Мы будем в Литве, Латвии, Эстонии. Где там люди будут? И предупредить их, что мы будем в начале июля у них. Или в конце июля. Так. Значит, с Литвой я займусь... Я свяжусь со священством местным. Вот. У меня там есть, я говорил, два человека. Вот. А в Клайпеде есть и в Вильнюсе есть в Свято-Духовом монастыре. Отец Владимир, отец Виктор. И я сообщу. Сообщу. Я говорю, вот, или через ВКонтакте, или в Скайпе. Вот. Или... Я, собственно, вот... Результаты любые, вот, пока даже первичные, я их вам сообщу. В Клайпеде наш корабль стоял на ремонте. Я учился в высшем мореходном училище и служил в морфлоте. Так что мне известно это. Вот так вот. А у меня там... Ну, я жил, наверное, и вырос... Ну, как, мы... Приехал 15 лет было. Я из Мурманской области с родителями приехал в Клайпеду. Так, еще вопрос. Так. Еще вопрос... Да. Вопрос вот какой. У нас один вопрос остался нерешенный. Мне обязательно нужно проехать хотя бы на один день, или на несколько... на полдня, или с кем-то отправить книги в Лондонскую национальную библиотеку, подарить книги. Слишком трудно открывать визу, и у нас нет возможности. Только в Москве. А мы приезжаем, и нам нужно 5-го числа пересечь границу Шенгенской зоны. На Грецию. Уходим. Так. Так, нам нужно, чтобы во Франции, где-то там, где... под тоннель-то, под Ламаншина, кого-то где-то найти, кому бы мы оставили книги, оставили документ, что мы дарим книги, и они бы в ответ дали ответ только. Вот и все. Во Франции... Во Франции мы знаем, у нас там есть где остановиться. Знаем книги, через кого отправить или самим проехать в Лондон. В Лондон. Национальную библиотеку Великобритании. Подарить мы... В Лондон. У меня... Ну, я... Я знаю человека, который живет в Оксфорде. Вот. Но это... Это не очень близко к Лондону, конечно. Конечно. А нам разницы нет. А вы не могли бы через него попросить, чтобы нам оформили туда приглашение? Тогда бы легче было открыть. А... А вам разве... Вам... Если эта шенгенская виза открывается, он может ехать туда? То есть в любую сторону? Англия, Англия, это Шенген не входит. Англия? Да. Она говорит, мы островное государство, и они не входят. Вот в чем дело-то. Разве? Так. Да, да. Это абсолютно точно. Дания, Швеция, Финляндия, эти все входят. Да. Да, да, да. В Латвию или Эстонию входят. А это не входит. Ну, тот человек-то, он не англичанин, он из Литвы туда приехал, там сам как этот... Гастарбайтер. Ну, гастарбайтер не может приглашать. Это я понимаю. Ну, постарайтесь через него на кого-то выйти, которые могли бы каким-то образом помочь. Хорошо. Хорошо. Нам нужно... Хорошо, я... Если на три дня был, на три дня, мы бы попутно там в Шонтландию и захватили бы Ольстер. Ага. Хорошо, я выясню это. Я это выясню и тоже сообщу вам. Книги не экстремистские. Книги все на слое Божьем, они подарены Путину. У его библиотеки видели по телевизору. Медведеву, патриарху из 125 смещенникам и архиереям. У меня полное толкование нового завета, трехтомник мы издали. Трехтомник нового завета. Полное толкование с откровением по православным святым отцам. Ага. И сопровержением сектантских толкований. Громаднейший труд. Впервые за 2000 лет такой труд вышел, где в одном издании полное с откровением толкование. Да, да, да. Это, кстати, то, чего я хотел найти. Я вам подарю. Ой. Мы закрывать всю библиотеку мы не можем 38 книг. То у нас просто государство столько там будет. А мы с собой-то можем взять только не больше 25 экземпляров. А через гранина в нем входить не больше 23 экземпляров. А остальные мы будем дарить примерно по 5 книг. Это вот трехтомник. Отдельно для страны. Боже, нет уз. Вы зайдите на наш сайт, прочитайте. Это как бы моя биография. Она из одних документов книга. Большая. У меня книги все по 752 страницы. Ого. Ого. Хорошо. Конечно. Конечно. Посмотрю. А вот новый завет. Я вам подарю. И если вы имеете какую-то связь, несмотря на то, кто он там масон. Нет, митрополиту подарить. Эти книги, значит, они у меня изданы подарочные как бы. Три тома. И на три тома Гюставо Доре мы сами раскрасили 230 иллюстраций цветных. Ага. И еще 10 из классики. То есть 240 страниц во весь лист без обрезки цветных. Ага. Да, да. Здорово. Игнатий Дихонович, я, может быть, сделаю так. Я, может быть, пойду к самому этому митрополиту запишусь. Да, запишите. Скажите, что я приеду к ним в гости и желаю встретиться, сделать подарок. Я думаю, проехать дальше подарки сделать папу Франциску и Венедикту. Вот. У меня... Да, хорошо. Это же здорово. Вот. Я так и сделаю. Я, может быть, даже... Не то, что я запишусь на прием, я узнаю у этих священников, которые местные здесь долго живут, как лучше на него выйти и как ему, может быть, передать через кого-то эту информацию. Так, теперь, которые финляндские, которые православные. Я обоим хочу сделать подарки. Так, а... Нет. То есть, у нас в Финляндии есть витеранская церковь и православная наша церковь, финская. И патриарша есть. И есть церковь от Московского патриархата тоже, да. Ну, я хочу ему подарить тоже. Все, значит, договорились. То есть, всем ветеранам тоже, да? Да. Мы проехали, фактически сейчас, 444 города районных центров. От Владивостока, ну и тут Болгария, тут все это захватили. А нынче мы думаем пробиться до Португалии, там встреча с людьми везде в национальной библиотеке. Ну, это Испания, Франция, конечно. Один вопрос не решил с Англией. Кто бы нам... Я... Я попытаюсь что-то вот там через, может быть... Если я сам лично не знаю, то мои друзья, может быть, знают. И я, значит, вам, как я понимаю, нужно приглашение в Англию, так? Да. Или, или кто-то бы нашелся во Франции, когда мы поедем. Или, допустим, это общий вес 38 книг, это 31 килограмм, две коробки. Если бы у вас кто-то туда едет, я бы в Финлянде оставил этот груз, и он бы довез и в британские, в британские библиотеки, чтоб были. Мне разве нечего? Тогда нам бы ехать не за чем было. Я... Может быть, это, возможно, переправить через библиотечный фонд как-то? Вот. Узнайте хорошо. Я узнаю здесь. Ну, а то, конечно, легче. Мы могли бы там у вас оставить и все. Ага, ага. И узнать... Хорошо, я попытаюсь это выяснить. В Финляндии как-то национальная библиотека, где что, чтобы мы время не тратили. У нас очень жесткий график. Всего только 30 дней мы можем быть в Шенгенской зоне. Угу. А пройти, захватить... Считай, только полностью Прибалтику пройти, Скандинавию и... Вообще. Да. Хорошо. Так, значит... А сколько... То есть так... Ну, я хорошо. Это 31 килограмм книг, но это немного. Да, 38 книг, 31 килограмм весит. Две коробки. Это на Британию, которая пойдет, да? Да, да. Это которая для библиотек. Вам я не могу никому подарить. У меня только для библиотек. Потому что у нас грузопассажирская газель, она больше не может взять. А остальных, которые... Вы, встречаясь с митрополитом, я буду дарить только по 5 книг. Хорошо. У меня вот только вопрос... А... А... Лютеранам-то вот... Толкование... Они же как раз против этого. А они не знают его. Они не могут быть против, потому что они не имели его в руках. Но у них... У них же априори... Как... Сказано, что каждый читает и сам понимает. Никакие толкования нам не нужны. Они отказываются. Да нет, вы не знаете. Я знаю лютеран. Я потому что в Латвии жил. Да? Да. Когда их коснется это, а когда они увидят. Это... Ну, хорошо. Один человек любой знает, как ему априори знает он. Но другой-то не знает. Ему надо это выражать. И вот этот выражает человек, как Иоанн Златоуст. Вот и все. Это один из лютеран живет по соседству и посылает им книги. Вот так и объясните. Ну, хорошо, да. У меня есть... Я знаю здесь и лютеранских пасторов здесь, я знаю. Вот. То есть они меня тоже... Они в свои лагеря приглашали меня. Вот. И Бог дал. Вот даже... Получилось так, встретил там человека, который был потерявший веру, приехал сюда в гости. Вот. И познакомился. И Бог дал. Нужные слова я нашел. Он вернулся в церковь, в православную. Сейчас ходит, причащается и все хорошо. Как Господь усматривает. Вот. Так что вот... Хоть что-то. Вот. В России-то вы не думаете возвращаться? Я с удовольствием бы, но у меня так получилось. Вот две дочки, младшие восемь лет, а старшей еще десяти нету. Вот. И так что вот... У мамы там материнский инстинкт, он едва прощупывается такой пульс. Мама-финка у нас. То есть я им папа и мама. И вот они у меня двое, гражданки Фринляндии, поэтому я, конечно, привязан. Вот. А то, кто старается детей своих сохранить от этого мира, прелюбодейного и грешного, лучше, чем у нас в отдельном месте деревни. Она прямо около жены дороги, но 150 километров от Баргулла. А я смотрел, я, конечно, все это видел, но меня это никак, потому что мама не даст вывезти. Они гражданин Фринляндии, если только об этом сказать вслух, то тут же детей изымут из семьи и заберут в ювенальную приют. Понятно, понятно. Я просто вам сказал, чтобы вы знали. Да, я думал, конечно, об этом. Это мне первое, что в голову пришло. Дорогое, самое драгоценное, это дети. И лучше, чем у нас, обстановку лучше, нельзя придумать. Все верующие, учителя верующие, в одном здании с храмом, лето отдыхают, прекрасные продукты, неотравленная вода. Тут сказать даже нельзя. Ох, 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 дал бы Бог, может быть, хоть заехать буду посмотреть. Если бы на лето вы приехали, мы бы приняли вас в лагерь. Я же начальник детского лагеря, но тут, который снимает, Володя, вы его сейчас посмотрите. Так, вопросы еще у вас есть какие? Вопросов? Так, сейчас посмотрю. Да, да, да. Нет, у меня пока вот нет вопросов. Все, постарайтесь сейчас в видео войти, чтобы видно было. Володя увидите. Володя, стань рядом. Хорошо. Давайте. Да, 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 хорошо сейчас. Все, спасибо. Давайте, заходите, я жду сейчас же. Ага, хорошо. А в следующий раз зайдите в этот же день, в это, утром, на сколько сейчас? Я посмотрю сейчас. Это 15, 3, 4, на 7 часов раньше, чем сейчас. Ага. Так. Сейчас, секунду. Ой, мне сейчас звонят. Это что, поскольку. Так. Значит, когда? Завтра позвонить, да? В это же время? Вот возьмите вторник для себя, и раньше на 7 часов. Ну, можете, поеду даже. Так. Вот сейчас 7 часов назад откиньте. Вы не вовремя позвонили, я просто оказался в избе. Я бы мог быть не в избе. Ага. То есть, так, еще 7 часов раньше звонить, что ли? Нет, да. Вот как сейчас позвонили, на 7 часов раньше надо. Так. Сейчас скажу. Это у меня получится 4... Это в 3 часа ночи. Ну, смотрите. Так. В 3 ночи звонить? Да. Хорошо. В 3 часа ночи лучше звонить. Ну, как раз у вас суета от вас отойдет, и у вас мысли будут трезвые, крепкие духовные. Хорошо. Попутать, помолитесь, и все же время на молитву-то, может быть, удается встать ночью? Ну, я как-то, честно говоря, я молюсь перед сном и утром, а ночью не встаю, но... Ночью не встать. Ну... А вас как звать? Как? Жену как звать? А... Крещеное имя Йоанна. 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 Да. А по-фински как? Ну, и по-фински тоже Йоанна. Но, собственно, мы крещены... Она ветеранка была перед тем, как венчаться. В православии ее там помазали. Вот. И имя она взяла Йоанна. Ага. Вот. А вы по-фински уже разговариваете? Ну, да. Я по-фински говорю, по-английски говорю, там, по-испански. Ну, есть у меня там немножко по-немецки. Ну, есть языков, я знаю, по-литовски. Вот. Вот это радостно. Я когда обратился к Богу, в это время я занимался на семи языках. Ага, здорово. Я самостоятельно никуда не ездил. У немцев в собрании говорил проповеди на немецком языке. Ага. Ну, конечно, это 51 год назад было. Сейчас ничего нету. Ну, язык, да, он теряется, если... Я совсем не теряется. Мне не до этого было. Ага. Ну, вот так. Ну, давайте сейчас подходите и сразу попытайтесь в видео зайти. Хорошо. Хорошо. Сейчас я пытаюсь. Все тогда, ага. Все с Богом. Сейчас. Господи, благослови. Сегодня день какой. Друзья, знакомые заходят. Тихо, Иоанн. Что? Дело к маю-то подойдет. Бог сдал. Алло. Да-да. Что-то я не могу у меня отключиться. Вы можете отключиться сейчас? Я отключаю вашу разговор. Отошел. Я просто... Нет. Это я с телефона сейчас говорю, а я с компьютера буду заходить. Ну, я не знаю. Еще же это... Вот. Александр Жуков. Это другой. У меня... На трубку попробуйте нажать. Вот эту? Да. Шикса. Шикса. На дачу ты кто звонил? Кто дающий звонил? Сегодня же разговор был какой-то? Ну да. А кто отзвонил? Мы уже потеряли счет. Звонили-то откуда? Он уже с Украины звонил, к Кременчугу. А мне не было. А? меня не было значит посмотрим что сейчас есть пока по комнате показываем простым но сейчас будет видно вот вот володю вот он снимает стоит но все наверное на этом конец я хочу нажимать то дать ответ на звонок я должен дать нет нет а почему нет я не знаю ну потому что это связь это не от вас зависит а я считаю идут сигналы надо мне ответить что я согласен нет нет вот здесь вот идет трубка это положить трубку то что ее нельзя нажимать вы сразу его выключите я трогать нельзя нет все тогда что сейчас только выйдет сразу скажите что все тогда ладно ну все тогда закрываем надо ему сказать что на этом кончено то я тут буду сидеть время тратить вам слышно вам слышно еще это плохо слышно то чего ладе я ну-ка попробуйте но если сейчас она выключится во надо было сразу сказать потом выключаете отходите вот так это он его нашел на живом журнале андрея кураева я такого еще сравнение слыхал это эталон мер хранится то есть это оригинал с которого все остальные даже копии только брать и что во франции в эту комнату поместили аталон это больше чем причисленным к лику святых это уже вообще заехали они это как раз то что нам говорит апостол взирая на кончину я не умер я двор кино отвечаю а в это время убрать вы тогда наверно больше не включаетесь раз не дает не дает а нам не как сейчас если погаснет и все на этом я уже буду отходить вам володю то видать нет это бог так делает и господь мы не искали никого один поносит а другие хорошо относят он с а это дворкин выступает вот он стоит это я могу даже попробовать пойдет или нет это говорит ложь дворкин вообще-то не говорит видимо это перебила пойдет или нет мы не знаем до какой степени они были зависимы эти 7 процентов но и главное опять же что в этом случае одна зависимость подменяется на другую то что опять же говорят специалисты появляется эндорфиновая зависимость то что происходит на собрании для неудобная зависимость то через день он прибежит к подворю за новую дозу и в этом случае у нас есть многое количество эндорфинов это внутренние эндорфины молекулы готовы очень похожи на молекулы морфинов а и человек выбрасывается в мозг работает в гипофизу он работает в усиленном режиме выбрасывается в кровь эндорфины человек от этого есть в теоретическое состояние и он от него точно так же зависит если его не пускать на собрание неудобные теоретические то через день он прибежит к подворю за новой дозой это замена одной зависимости на другую про это достаточно много писали специалисты-психиатры вопрос про Игнатия Лавкина Игнатия Лавкина Игнатия Лавкина это делает у своего собственного брата которым он руководит его брат священник положен в зарубежной церкви и сейчас какую церковь относится его община и относится ли она к церкви вообще поднять достаточно сложно можно сказать 19 мая у них будет встреча с правящим архиереем епископом Максимом они обсуждают этот вопрос и вопрос этот еще не закрытый не закрытый но будем очень надеяться что все таки нет я просто говорю что вы его назвали сектантом сектантом его нельзя назвать он именно православный вот и все тут никак по другому не получается благодатное священство он не отвергает московская петроархия им принимается в полном объеме а про недостатки которые пишутся в церкви это уже другой разговор и от того что какой у него характер характер у нас у всех разный ну дай бог то что я слышал опять же я сказал все таки в таком сослагательном то что я слышал в общине о том жестком контроле который там есть контроль именно по поводу того что грех не должен властвовать над человеком в этом отношении очень жесткий контроль а выйти туда войти это все кто заманивает а туда не заманивают а внутри человек можно свободно 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 хоть демон может причащаться исповедоваться каноническое общение принято между зарубежной церковью и московским патриархатом поэтому любой ихний так сказать член общины может причащаться в любом храме нашей и московской патриархии и зарубежной церкви любой член из общины выйти из общины может а если человек выйдет из общины с ним потом разговаривает или вы считаете предателем во первых если все по согласию идет если он не обижает он может какие то обиды может быть возникли ну если по согласию то пожалуйста выходи выйти жить жить в городе ходить в другой храм пожалуйста с ним будут разговаривать с ним общение не запретят ну конечно нет если только он это не лжет если он это лжет на людей допустим на тех же людей из общины он ну просто это как говорится что то придумывает свое такое тогда конечно с ним это не будут разговаривать просто говори правду и все как есть ну вот тут это видите есть какие то опять то что я слышал от других людей о том контроль который там есть ну контроль я сам туда ездил я сам это видел я это все это посмотрел и с людьми разговаривал и как говорится это вот понимаете практический это подход такой чтобы грех не властвовал над человеком душой в этом отношении да давайте дождемся вот 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 чего это практически не называйте его сектантом потому что он не сектант спасибо я стал много вопросов вопросов можно как говорится В православии нет гипноза. Многие работают через гипноз. Вот это я теперь поясняю. Вот Дворкин Александр Леонидович, он приезжал в Барнаул. Выступал в Алтайском государственном университете. Ну наши люди пошли туда, а я в это время вел занятия в Алтайском государственном техническом университете. Это большой университет, 21 тысяча студентов. Ну ему послали записку от меня, приглашение прийти на занятие. Ну там можно было выступить, нет. Он сразу в штыки поднял. Кто? Лапкин, я знаю. Это псевдоправославный псевдо. Это он двоечник. Ему пытаются сказать, он даже слушать не хочет. Но местная епархия алтайская, она устроила встречу, видимо из-за того, что он здесь был, со силовыми структурами. Это милиция, КГБ, прокуратура. Все тут собрались. И вот кто-то там задал ему вопрос, опять же, как вы вот ответите, что значит Лапкин? У него это штамп, грех монотонен, и поэтому он никуда не может выйти из этого. Знать еще не знает, а это псевдоправославный. Перед ним люди сидят, такие щены, а ему разницы нету. Он брякнул и тут же встал, я не знаю кто, это мне передала заведующая кафедрой теологического факультета. И она в советниках работает в краевой администрации Волобуева Марина Маратовна. И она мне все это передала. И встал этот человек, может быть майор Ардов как-то назвали, вот так мне запомнилось. И он говорит, а мы Лапкина уважаем. Хотя он, дескать, по нашему ведомству два раза был, два раза КГБ меня арестовывало. Ну, по их ступеням меня таскали. Ленина 30. Но мы его уважаем, потому что он никогда там, в смысле, не лжет, не лукавит. А какой есть, такой и есть. За ним не надо ничего смотреть. Я когда освободился, был реабилитирован. Я написал узнать, может что-то сохранилось у них. Какая моя была кличка, когда я у них в разработке был. Кличку-то какую-то дают. Патриарху Алексею Второму Дроздов, вот Кириллу Патриарху Михайлов. Но у меня-то тоже какая-то была кличка. А мне бумага пришла официальная, ответили. А вышли по своей фамилии. То есть они мне не придумали ничего. Я знаю, Попков был в Москве. Он сейчас в Америке. У него кличка была Клоун. Я не знаю, почему Клоун. Но он хороший человек, я как знаю. Мы у отца Глеба Якунина встречались. Глеб Якунин тогда, мы почти вместе освободились. Но у него была кличка, у меня не было. Я в это поверил. В самом деле. Какая кличка у него? Это человек Дворкин с двойным гражданством. Я кое-что про него считал. Но встретиться я бы встретился. Кто имеет возможность с ним войти в контакт, сказать, что ты ошибаешься, дорогой. Я православный. Притом не просто православный, а проповедник. И не просто проповедник, но миссионер. И у меня опыт. Его возраст жизни влепится 51 год. Он моложе меня, конечно. Ну а как узнать? Я назову, я космонавт. Но ни разу в космосе не был. Я говорю, я миссионер. Я покажу людей, которые обратились в моем доме. Вот Менонит, отец Геннадий Фаст в Абакане. Магистр богословия, Московской Патриархии. Вот убитый Кришнаитом, голову отрезали от отец Григория, Яковлева и Геннадия. В моем доме пришел двоюродный племянник, главный идеолога страны Суслова Михаила Андреевича. Пусть он покажет. Вот я его слышу, как он выступает против сектантов. У меня создается впечатление, что он вживую сектантов не знает. Они не такие, какими он их показывает. То гипноз, то нельзя выйти. Но можно выйти, он что-то еще придумывает. Это как будто совершенно неверующий человек. Он не предполагает, что сектанты, потому в секте, что их привел туда Дух Святой. Он туда не привел, а открыл им истину. Дух дышит где хочет. Но они не церковь. И он никогда не говорит, почему они не церковь. В общем, я его читал книги Дворкина, выступления смотрю. Ну, как он легкомысленно. За каждое слово надо отвечать. Я его не могу назвать, что он глубоко православный человек. Его речь, как поставлено, все, как будто Библии никогда в руках у него не было. У меня все ролики, их 1540, видеоканал, открытым оком называется. Они все называются «Во свете Библии». Поэтому «Во свете Библии» я бы стал с ним разговаривать. Итак, если кто имеет к нему возможность попасть, к Дворкину, Александру Леонидовичу, скажите, что я готов принять его в гости. Одно только условие, чтобы он снял с себя масонский галстук, масонский. И был застегнутый, вот так вот. Потому что расстегнутый, это тоже оттуда идет, масонская. Все или расстегнутый, или масонский галстук. Чтобы так застегнутый, как в армии был, этого нет у них, это им не разрешает. Женщина обязательно без головного убора. Это все масонские знаки. Он не понимает даже ничего. Так мы-то говорили о том, что на нас в Финляндии вышли. Ну, как Бог устроит. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки 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 веки.